Это конференция, это инициатива кафедры теории музыки и это продолжение очень плавной традиции, потому что у нас действительно память о замечательных профессорах, ушедших из жизни, она неизгладима и в общем это каждый год мы подтверждаем именно подобным образом устраивает конференцию такого широкого масштаба, охвата и поэтому я хочу поблагодарить всех, кто отликнулся, всех, кто там приехал и для нас это очень важно, и тем более, что на самом деле память о Татьяне Наумове-Дубравской, это память очень светлая, потому что столь реальный отход из жизни, он конечно все время нас просто потряс, потому что Татьяна Наумова уже была фигурой на музыкалическом небосклоне, она уже имела собственных учеников, многих учеников и в то же время вписалась вот в ту традицию, в ту школу, которую также оставил ее учитель Владимир Васильевич Прокопоков. Ну, мы почти ровесники, она чуть раньше закончилась концерватория, поэтому я Татьяна, она сейчас со студенческой скамьи, и она вот именно тогда нашла какую-то свою стезю, свою главную тему, связанную с Италией, и ее дипломные работы, и мандидатская диссертация, связанная с итальянским облегалом, собственно, определили и целый ряд последующих шагов. Должен сказать, что именно Татьяна Наумовна, она открыла, собственно, направление международного сотрудничества Московской консультации, также связанное с Италией, она была очень тесно связана с обществом Данто и Ильей, и именно вот через этот канал возникло двустороннее, собственно, общение, и она сама постоянно была в Италии и Каджин туда, точно так же, ввела вот это русло на Уфе, и, естественно, была очень почитаема как представитель Московской консультации, поэтому к нам также приезжали очень видные специалисты, и, собственно говоря, подтверждение тому, сегодня мы уже видим, и я очень рад приветствовать Марка Джулиани, который... Я назвал это главной темой в научном творчестве Дубравской, но, наверное, это не совсем так. Была еще вторая тема, и она также очень характерна и для нее лично, и для Московской консультации в целом. Это желание отдать долг учителям, потому что, когда ушел из жизни Владимира Васильевича под Таркопов, то, естественно, все его ученики сочли для себя честь доработать и отредактировать те его труды, которые он настал издать для своей жизни, но никто не сделал так много, как сделала Татьяна Новыма-Дубравская. То есть она действительно на заседании кафедры регулярно представляла какие-то новые и новые тексты. Это была непростая работа, даже чисто технически непростая, поскольку Владимир Васильевич не имел дело с компьютером, он все писал от руки, и даже сама расшифровка представляла определенную роду трудность. Но, естественно, что уже проведение на такой уровень отредактированного текста, конечно, это было тоже очень ответственно и непросто. Но вот благодаря Татьяне Новыма и тех, кто ей в этом отношении помогал, мы имеем те самые публикации, посмертные публикации профессора Таркопова, которые сейчас приходят в сей, так сказать, монотологическом народе. Ее педагогическая деятельность была очень успешной, то есть достаточно было просто посмотреть, сколько на них дипломников. А дипломники голосуют, так сказать, сами. У нас нет никакого, так сказать, применительного направления в какие-то классы. Мы просто подтверждаем желание студента продолжить свое образование уже в научном патронате того или любого профессора Таркопова, хотя на ОМУ было всегда очень много дипломников, аспирантов. И поэтому, как я уже сказал, она и наследница школы Таркопова, и фактический продолжатель уже в собственном ключе научного взаимодействия с учениками. Ну, я назвал, собственно, только главное, но тем не менее, это был очень широкий профиль ученый. Она подтверждала это и своими выступлениями на конференции, и рецензированием самых разных работ, самых разных по направлению, поскольку универсализм, собственно говоря, это была исходная позиция ее консерваторского образования. Сегодняшняя конференция, она так и задуманная. Она всюду отсвечивает какими-то границами соприкосновения с творчеством Татьяны Наумовой в то же время, когда именно следующие шаги, шаги как ее коллег, так и ее коллег более молодых. Поэтому не буду каждого здесь характеризовать, но естественно, что когда они будут заходить сюда, это же и те, кто в России, и те, кто вне России, но в России, они связаны с Школой Покопова и со Школой Бургарской. Ну и еще последнее, что хочу также с удовольствием отметить, что у нас все наши конференции, практически все наши конференции представляют не только научный дискут, но представляют еще и концертную часть, и поэтому очень приятно, что эта традиция также не нарушена, что и первый концерт, и первый день конференции, и завершающий день конференции, и будут отмечены как раз наши встречи в новом зале консерватории, за что также спасибо тем, кто поддержал нашу и студию «Дом на музыке», «Волфонский консорт». Ну, всех не будем перечислять, это уже сделано со стороны этого зала. Ну, еще раз благодарю тех, кто готовил конференцию, значит, помимо естественной качественной теории музыки, это уже творчина проектора по научной работе Константиновича. Вот, Николай Иванович, в данном случае уже и не как проектора, а как коллега, как профессор качественной теории музыки взял на себя подготовку главного доклада, за что также большое спасибо, ну и давайте приступим тогда к делу. Спасибо, Александр Сергеевич. Уважаемые коллеги, я с удовольствием присоединяюсь ко всему, что сказал Александр Сергеевич. От себя хочу добавить, что мне повезло, мне довелось сотрудничать и общаться с Татьяной Наумовной, несмотря на то, что я сам не имею отношения, вот в отличие от Александра Сергеевича Никола Ивановича, кафели теории музыки, но я, будучи историком, не раз оппонировал на защитах ее учеников. Ну, это косвенно говорит о широте деятельности Татьяны Наумовны, потому что тут не только, собственно, полифония, вот тут, она была, пожалуй, главным вот в том полифоническом цехе, замечательном, который ведет традиции Владимира Васильевича Протопова, и традиции, которую сейчас продолжает Николай Иванович. Вот, это очень мощная школа, но интересы научные ее простирались далеко за пределы полифонии, вообще все, что касается музыки самых разных эпох, и вот, между прочим, программа конференции нынешней, это целиком подтверждает, потому что головной доклад Николая Ивановича это проблема Ренессанса. Ренессанс как бы становится невольно в центре конференции, потому что сначала о средних веков к Ренессансу, потом от Ренессанса к Новому времени, и потом уже 20-й век. Отдельная секция, конечно, порочный контрапункт, это естественно, и тут, конечно, Баховское наследие в центре внимания Баха и его современники. Вот, поэтому конференция должна быть очень интересной. Должен сказать, что у нас в сентябре была большая представительная конференция, посвященная нашему институту, где был представлен целый ряд наших научных школ. Ну вот, эта конференция показывает, что по многим, наверное, школам можно проводить отдельную большую конференцию, и это тоже будет интересно, это тоже будет очень важно и актуально. И, конечно же, мы обязательно издадим эти материалы, поэтому просьба к вам не задерживать присылки статей, докладов. Вот. Для меня особая радость приветствовать также Марка Джулиани, наших замечательных коллег из Санкт-Петербурга, вот я их вижу, из Екатеринбурга, из Минска, участников из Киева, Астаны, конечно же, вот сама эта география говорит о том, что, конечно, интересно. Кроме того, я заметил, что есть представители из Зальцбурга, из Оксфорда, но это фамилии наших учеников, поэтому не знаю, как к нему относиться, как к нашим гостям, или наоборот, как к гостям там, от нас, нашим представителям. Вот. Ну и в заключении хочу пожелать успешной и интересной плодотворной работы всей конференции, и также моей приятной обязанностью является сообщить, что конференция состоялась при поддержке ВИПИ, Ритиш Петрович. Спасибо. 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 Спасибо.